День перемоги на Гомельщине Гонор и слава тем, кто отстоял свободу и незалежность нашей родимы. Гэтае слово, як нельга лепшат, поведаюць мэти митэнгу, який прайшоу каля мемориялу «Вечный ахонь». Великая айчынная, одночасово героичная и трагичная сторонки нашей истории. За военный период только Беларусь недалечилася больше, як 3 миллионы жихаров. И у той же час, только за первый месяц боев, оккупанты стратили на Советском фронте больше солдат, чем за два попередние годы у Европе и Африцы. Надным Гомельским накерунку страты ворога склали каля 80 тысяч человек. Но врачистости с нагоды Дня Перамоги многие гомельчане прайшли с портретами родных, якие змагались и на фронтах Великой Айчынной. У микрорайоне Костюковка святкованне 72-й годовины Великой Перамоги так само проходила масштабно и видовищно. Тут отбылся врачистый митэнг, где присутные усклали до помника вянки и кветки. Ушановали хвилиной маучанне память загинувших советских воинов-вызвалителям. За тым гостям свята была пропонована театрализованная концертная программа «Па дорогах войны». Головная ее идея про схарографичные и вокальные номары узнавить падеи минулой военной эпохи. У вазе наведвальника у свята так само была представлена творчая выстава мясцовых умельцев и экспозиция военной техники, амуниции и зброи. Разгорнутый у Гомелли выставочный проект «Ретро Гомелли-2017» с уделом реконструкторов и военной исторической техники выкликау интересы как у дорослых, так и детей. Зрабить фото на память на машине, грузовику, цих гармате практически никто не отмовился. Частку военной техники проставил областный музей военной славы, некоторые раритеты належат приватным коллекционерам и удельникам белорусского военно-гисторичного клубного объединения «Гонор Мундира». Такие проекты – один знаки рунка у патриотичного выхования, коли у людей возникает жадань не больше доведаться як об великой айчинной увогуле, так и об зброи перамоги у приватности. Выстава установ высшейшей, середней специальной и середней эдукации плюс работы гомельских рамесников. На бережную Ракисош 9 мая отдали подвыставочный проект «На усе поколение – одна перамога». И тут же вальсовая пляцовка. Танцевать вальс у гомельских школах вучать у всех старшеклассников. Каля 500 зьих, пераможцов опушних городских спаборництвов, налепшая выкананья гэтага танца, запросили выступить у рамках святочных мероприемствов. В выкананне школьника вальсы военные и юбилейные. У 45-м таке выконвали их прабабули и прадядули. За 72 мирные годы выросло некальки поколения, які они бачили войны. Тым, кто змагался за перамогу, за гэта необходно сказать «великий дякуй». Вось так масштабно отзначали День перамоги. Завершался точное мероприемство у гомели салют с четырех кропок города. За маляуничным пиротехничным шоу на пляцу цыкаля лядового палаца назирали некальки тысяч человек. Тут собрались и активисты громадских организаций, шматлики, гораджане и гости областного центра. Такая массовость невыпадковая. День перамоги объеднувая у сих, хто шануя славную историю своей айчины и верыцю ее годная будучая. Гэта свята – высабление героизму, стойкости, можности и величи духа нашего народа.